Иван Владимирович Рыков, очень интересное название. Все ли йогурты одинаковые или факторы риска при второй стадии рака толстой кишки? Да, кто-то очень любит молочную продукцию, видимо из... Нет, у меня лактазная недостаточность. Вы не любите, да? Я не могу. Я, возможно, любил бы, но не могу позволить. Но йогурты бывают разные. Именно поэтому очень интересно. Хорошо. У меня вместо дисклеймера одна единственная фраза важная о том, что все йогурты, которые вы увидите в этой презентации, будут сгенерированы искусственным интеллектом. Поэтому, как есть, они все безлактозные, видимо. Хорошо. Что мы, собственно говоря, почему вообще этот разговор затеяли? Я напомню, что было достаточно большое количество исследований, которые дали противоречивые данные о том, что на второй стадии то хуже делает одевантная химиотерапия, то не работает, то все-таки что-то надает. И если мы посмотрим на большой метаанализ из базы данных Аксен, то было показано, что все-таки у кого-то мы что-то получаем. И на второй стадии 5-процентная прибавка к общей выживаемости. Есть вопрос, кто эти пациенты, когда мы назначаем второперимединовую химиотерапию в одеванте. Тем не менее, если мы посмотрим данный мозаик, я думаю, все вы знаете, это ключевое исследование, которое попыталось оценить на второй-третьей стадии назначение оксалиплатин, содержащего фолфокс или дограмона. Оказалось, что на третьей стадии преимущество, четко прослеживающее через 5-10 лет, мы явно имеем хорошие результаты. И мы на третьей стадии всем назначаем так или иначе одевант. А вот на второй стадии никакой прибавки к общей выживаемости не было, хотя была небольшая прибавка к выживаемости без прогрессирования. Это очень хорошо видно на поданализе. У нас третья стадия вся сместилась в сторону оксалиплатина, и ровно посередине находится вторая стадия. Возможно, кто-то выигрывает, но кто эти люди, было неочевидно. Ну и, собственно говоря, возник вопрос, а какие же факторы риска мы должны учитывать на второй стадии, для того чтобы выбрать тех пациентов, которые все-таки выиграют от назначения одеванта. И я напомню, что, в общем-то, тогда же с базы аксен было выделено те основные факторы, которые мы на самом деле и сейчас до сих пор используем. Это Т4, менее 12 исследованных лимфатических узлов, дифференцировка опухоли, наличие перфорации, абструкции, инвазия в сосуды или переневральная инвазия, наличие радионрезекции и повышение РЭА. Чуть позже, когда пришли данные более развернутой морфологии, мы поняли, что также имеет значение почкование опухоли, имеет значение циркулирующей опухоли ДНК, и микросателлитная нестабильность. Ну и последнее время мы видим достаточно большое количество публикаций о том, что также на прогноз влияет мутации Бера в Кейрас, классификация молекулярной АСМС и иммуноскор, который считает инфильтрацию лимфоцитами. Но проблема заключается в том, что о последнем я говорить в этой презентации не буду, поскольку это непонятно, как влияет на выбор лечения. Мы знаем, что это влияет на прогноз, а вот влияет на химиотерапию, мы на сегодняшний момент сказать не можем. Итак, давайте посмотрим на самые страшные йогурты, которые в этой ситуации для нас имеют значение. Это, конечно же, Т4 и менее 12 исследованных лимфатических узлов. Что касается Т4, я вот сколько раз обсуждал с коллегами одно и то же мнение, что нам вообще по-хорошему Т4 надо вносить в третью стадию по прогнозу, потому что если мы посмотрим на выживаемость пациентов с второй стадии, но с Т4 она хуже, чем у тех пациентов, которые имели третью стадию без Т4. То есть вторая стадия оказывается прогнозически хуже, чем третья, если мы берем именно эту группу пациентов. Поэтому понятно, что хочется в этой группе что-то поменять. Более того, если посмотреть на современные представления циркулирующей опухоли ДНК, это очень интересный пегасус, если вдруг вам оно не попадалось, обязательно его посмотрите, оно концептуально очень необычное. Суть его заключалась в том, что в течение четырех недель после операции у пациентов с третьей стадии или со второй Т4 брали циркулирующую опухоли ДНК и на основании наличия или отсутствия выбирали вариант адъюванта. Если нет, то монокапицитабин, если есть, то Кейпекс. А вот дальше было очень необычно. Если сохранялась циркулирующая опухоль ДНК, то происходила эскалация адъюванта. Причем в группе капицитабина эскалация была в фулфире. Мы знаем, что ринатыкан в адъюванте вообще-то не работает. Но вот в этой конкретной ситуации они пошли по этому сценарию. Я, к сожалению, сейчас не могу представить данных окончательных, но тем не менее у части пациентов была конверсия циркулирующего опухоли ДНК, что коррелировало со снижением риска рецидива. Про выживаемость, к сожалению, пока мы сказать ничего не можем. Но что нам важно с этой точки зрения? Если мы посмотрим на общую популяцию пациентов, это все третьи стадии, вторые вместе, то у 26% сразу после операции была циркулирующая опухоль ДНК. На третьей стадии тоже у четверти пациентов то же самое мы видим. Посмотрите на Т4. Больше половины пациентов имели циркулирующую опухоль ДНК. Опять же, это коррелирует и с прогнозом. И, скорее всего, это одно из объяснений, почему так получается, что мы с вами имеем худший прогноз. Действительно, это прогностически более плохая группа пациентов. Что касается количества узлов. 12 цифра появилась не сразу. Напомню, что в мозаике критерии включения были 10 лимфоузлов оцененных. Но при анализе больших данных, когда посмотрели базу НСА и 134 тысячи пациентов с Т3, оказалось, что именно 12 казалось тем катофом, которое позволяло вытечить пациентов с точки зрения рисков и давало довольно существенную прибавку к одеванту в этой подгруппе пациентов. Вы можете видеть, что фактически 16% выигрывали от химиотерапии. По мере того, как стали совершенствоваться морфологические техники и стало понимание того, что лимфоузлы действительно имеют значение, и накопились данные, появились публикации о том, что 12 лимфоузлов это недостаточно. И вот то исследование, которое уже многократно было на нескольких конференциях озвучено, это совместно корейское и голландское исследования, 3000 пациентов из базы данных корейской, было показано, что на самом деле, если вы берете котов в 20 лимфоузлов или 23 лимфоузла, то это влияет на общую выживаемость пациентов. То есть, опять же, этот фактор риска, который мы с вами, возможно, будем в перспективе пересматривать. И при этом странно, кстати, в этом исследовании было показано, что как раз 12 лимфоузлов не влияло на выживаемость на второй стадии. Что же касается полезных йогуртов? Не все факторы риска имеют отрицательное значение. У нас есть и положительные вещи, ну и, конечно, что же может заставить онколога улыбаться? Это то, о чем мы, собственно, все уже прекрасно знаем, микроэстролитная нестабильность. Четверть всех пациентов, до четверти всех пациентов, имеют право на второй стадии иметь синдром Линча или MSI-Хай спорадическую форму. Что мы знаем про этих пациентов? На второй стадии большинство пациентов не выигрывали от назначения химиотерапии и имели очень хороший прогноз. Более того, назначение вторпиримединов в части исследований показало, что оно ухудшало результаты лечения таких пациентов. И, в общем-то, в настоящий момент при MSI-Хай на второй стадии назначить вторпиримедины, ну, наверное, никто и не решится. Тем не менее, когда данные стали копиться и провели анализ более больших данных, оказалось, что факторы риска, которые мы с вами уже назвали, они имеют значение для этой группы пациентов. И если вы посмотрите на как раз пациентов Т4, положительный край или количество лимфатических узлов меньше 12, то это группа, которая явно недостаточно просто на ней наблюдать, она имела высокие риски прогрессирования, и она выигрывала от назначения оксалиплатин содержащих режимов, причем довольно значимо, мы получали прибавку порядка 15%, которая, в общем, на сегодняшний момент одна из самых больших в этой ситуации. При этом, если посмотреть на лимфоваскулярную инвазию, на низкую дифференцировку опухоли, то они как раз не являлись факторами риска для MSI. И, судя по всему, почти все пациенты с MSI имеют низкую дифференцировку опухоли. Это просто особенность такая, вот варианты MSI-хайл опухоли, которая не требует отдельного обсуждения в этой ситуации. Что с маленькими йогуртами, с теми, которые не являются вот этими большими факторами риска? Как правило, когда мы говорим про переневральную инвазию, она имеет значение только для больших опухолей Т3 и Т4. Для Т1 и Т2 она не показала значимого какого-то увеличения рисков. И при этом в этой подгруппе есть прибавка от химиотерапии. Она не очень большая в сравнении с адювантом на Т4 или меньше 12 лимфатических узлов. Тем не менее, она отмечена в достаточно большом количестве данных и ретроспективных исследований. Почкование опухоли, тюмор-баддинг, тоже, в принципе, довольно понятная история. Не только при раке кишки, она оценивалась. И если мы говорим про кишки в общей популяции, то было показано, что наличие почкования опухоли увеличивало риски пятилетней летальности, повышало риски появления N+, на момент операции, снижало учительность к неодиванта для рака прямой кишки и имело молекулярно-генетические особенности в виде большого количества активирующих мутаций, гиперметилирования, экспрессии циклин-Д1, то есть маркеров резистентности к терапии. Если мы посмотрим на вторую стадию, то здесь действительно это фактор риска, если это тюмор-баддинг третьей степени, то есть больше 10 почек опухолевых, и было показано, что в этой ситуации одюван тоже имеет значение. Единственный момент, что уже тоже многократно это обсуждалось, это вопрос хорошей морфологии, нету единой такого четкого понимания, как это правильно репортировать. Что будет, если у нас комбинация из нескольких маленьких факторов? Мы понимаем, большой фактор всегда одювант, а что с маленькими делать? И тут получается, что, во-первых, если мы посмотрим с вами на отдельный маленький фактор, то вроде как они, за исключением Т4, меньше 12 лимфатических узлов не влияли, но если мы посмотрим комбинации, то это уже действительно очень значимо влияло на риски рецидива и общую выживаемость и давало преимущество от назначения химиотерапии. Если было два и более факторов, то это значимо увеличивало риски рецидива, и, соответственно, позволяло нам выбрать тех пациентов, которые, возможно, выиграют больше от химиотерапии. Например, это данные от группы ID, которая оценивала, как вы знаете, 3 против 6 месяцев одевантной химиотерапии. Что же у нас с высокотехнологичными нашими йогуртами, с молекулярными йогуртами, если так можно их назвать? Ну, у нас давно уже существует онкотайп DX, который отчасти нам даже может быть доступен. Это исследование 12 генов с формированием шкалы риска. И для второй стадии было показано, что если пациенты набирали высокий балл, то эти пациенты выигрывали от назначения химиотерапии вне зависимости от других факторов риска. Насколько это применимо в нашей клинической практике? Но тут есть много нюансов. Во-первых, это дорогое исследование. Во-вторых, оно не делается непосредственно у нас, он отправляется в другую страну. Поэтому, в общем, его применение достаточно сильно ограничено. Очень интересным, я думаю, что об этом уже все, кто только можно, говорят, конечно, является определение циркулирующей опухоли ДНК для второй стадии в том числе. И в ранних исследованиях было показано, что наличие циркулирующей опухоли ДНК гораздо лучше показывает риски рецидива, чем стандартные факторы риска. С левой стороны вот эта кривая, которая почти перпендикулярная, это пациент, у которых не было циркулирующей ДНК, и у них почти не было рецидивов. И, соответственно, падающие вниз кривая это те, у которых был циркулирующей опухоли ДНК выявлено, а вторая группа это те же самые пациенты, у которых мы просто смотрели по группам риска. Ну и точно, опять же, из таких же этих ранних исследований было показано, что химиотерапия имеет очень важное в этой ситуации значение. Если нам удается вывести на отрицательные циркулирующие опухоли ДНК, то такие пациенты почти предстают рецидивировать. Ну и в том случае, если мы этого не делаем, вроде бы все рецидивируют. Обратите внимание, что это ранние исследования, это очень маленькие цифры, всего три пациента, в этой ситуации, у которых не было конверсии циркулирующего опухоли ДНК. Все это послужило основанием для проведения рандомизированных исследований. Одно из первых, которые были опубликованы уже практически год назад, это исследование Dynamic, которое изначально выбрало пациентов только со второй стадией, и они попытались на основании циркулирующего опухоли ДНК определиться, делать или не делать химиотерапию. Группа контроля получала химиотерапию по стандарту в зависимости от факторов риска, а группа экспериментальная не получала химиотерапию, если не было циркулирующего опухоли ДНК, и получала ее, если таковая была. Что оказалось? Ну, прежде всего, оказалось, что при оценке циркулирующего опухоли ДНК в два раза меньше нужно проводить химиотерапию. Вместо 30%, которые в стандартном режиме, 15% популяции. То есть, мы не перелечиваем пациентов, и при этом это совершенно не влияло на показатели выживаемости. То есть, леча меньше, мы не делаем ничего при этом плохого. Бережем кучу пациентов от того, чтобы получить избыточную токсичность и лишнюю химиотерапию. Единственное, что нужно отметить, что все-таки вот эти большие, так называемые, злые йогурты, они здесь тоже отличились. Если мы посмотрим с вами на группу пациентов с Т4, то выживаемость пациентов с Т4 с негативной циркулирующей опухоли ДНК была сопоставима с теми пациентами, у которых было положительное опухолевое ДНК. Почему это так? Это хороший вопрос. Мне в голову пришло единственное нормальное объяснение того, что это вопрос, как мы определяем циркулирующей опухолио ДНК, потому что несколько исследований, в том числе крупные исследования КОБР американские, они были завершены, потому что не очень чувствительная методика определения оказалась и получалось так, что данные не совпадают с теми, что в реальности происходит. Возможно, отчасти это и объясняет, почему здесь так получается тоже. Тем не менее, о том, что циркулирующая опухолио ДНК имеет значение, у нас есть данные уже и достаточно большие, есть данные исследования циркулирующей ДНК, его подчасти Galaxy, это наблюдательная подчасть, которая включала пациентов второй и третьей стадии, где было показано и прогностическое значение циркулирующей опухолио ДНК и значение химиотерапии, где явно пациенты выигрывали, если у нас циркулирующая опухолио ДНК была положительная от назначения адюванта, и это было также верно для второй стадии, мы видим с вами, что кривые у тех пациентов, у которых был high risk, действительно выигрывали, если они получали химиотерапию, этот выигрыш был достоверен. Да, мы, кстати, ждем, по идее, там два исследования еще в ходу, они уже проспективные с рандомизацией, где как раз от циркулирующей опухолио ДНК зависит выбор лечения, это Альтаир и Вега, по-моему, они должны быть опубликованы в следующем году, если мне память не изменяет. Что бы я в завершении сказал? Ну, мы с вами все привыкли эти маркеры оценивать, Т4, количество лимфатических узлов, мы в любом случае смотрим на другие маркеры, мы должны с вами, как уже было сегодня сказано, всем определить МСА, потому что МСА это не только выбор лечения, но еще и прогноз. И если мы вдруг принимаем с вами решение, что для МСА мы делаем химиотерапию, то это должна быть оксалеплатин, содержащая химиотерапия. К сожалению, на сегодняшний день нет никаких данных про адювант с помощью иммунотерапии, хотя это напрашивается, но все исследования еще в процессе и даже предварительных данных пока мы, к сожалению, с вами не видим. Ну, я думаю, что мы неизбежно придем к определению циркулирующего опухоли ДНК, потому что на сегодняшний момент это наиболее чувствительная и перспективная история, вопрос только технической реализации, поскольку нет единого понимания, как правильно оценивать циркулирующего ДНК, и пока это достаточно дорогостоящий процесс. Спасибо большое, буду рад вопросам.